Добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И очень часто я говорю вам такие слова, что если у вас сегодня что-то болит, подумайте о том, что вы сделали вчера для того, чтобы не болели сегодня. Очень много видео по тематике самоисцеления у меня на моём канале. И сегодня мы поговорим тоже о том, как вы можете себе помочь. В возрасте плюс. Чем старше мы становимся, тем выше риск набрать лишние килограммы. С возрастом обмен веществ замедляется, и мы очень легко набираем вес. И если не сокращать количество потребляемых калорий, то многие женщины прибавляют в среднем по килограмму в год. При этом лишний вес оседает в неожиданных местах, например, на животе. Это можно объяснить тем, что после менопаузы женщины имеют тенденцию накапливать лишние килограммы там же, где и мужчины, на шее, подбородке и в области живота. Возможно, из-за того, что меняется соотношение эстрогена и эдрогена. Но даже если вы не набрали лишний вес, дряблость может возникнуть из-за недостатка физических упражнений. Когда мы становимся старше, то, как правило, мы начинаем вести менее подвижный образ жизни. А изменение тонуса кожи, происходящее с потерей эстрогена, также приводит к тому, что живот кажется более обвислым и дряблым. Здоровье женщины определяется между телесной массой и возрастными заболеваниями. Женщины, которые страдают ожирением к 50 годам, шансы оставаться здоровым в 70 лет на 80% ниже, чем у 50-летних женщин с нормальной фигурой. То есть основным показателем здоровья можно считать изменение веса в период с 18 до 50 лет. Как вы набрали за этот период вес лишних килограммов? Поэтому возраст, которым вы начнете активно заниматься самоисцелением, здоровьем, фитнесом, имеет очень большое значение. Конечно, следить за своей фигурой никогда не поздно. Даже в 70 лет несколько сброшенных килограммов добавят вам бодрости и снизят вероятность различных заболеваний. Конечно же, нельзя быть и слишком худой, и не набирать много лишнего веса. И, кстати, борьба с животом – это не только избавление от косметического недостатка. Часть веса, который вы можете набрать при менопаузе, как раз и хранится в виде подкожного жира на бедрах и животе, а часть откладывается в виде внутреннего жира, непосредственно и близости к жизненно важным органам, расположенным в брюшной полости. Клетки подкожного и внутреннего висцерального жира разные, и дело тут не только в их расположении, ведь уровень опасности для вашего здоровья тоже разный. А лабораторные исследования клеток внутреннего жира показали, что они намного активнее клеток подкожного жира, а значит, брюшной жир сильнее повышает уровень холестерина в вашем организме, является причиной высокого давления и резинстентности к инсулину, которая может привести к диабету второго типа. И женщины с телами, похожими по форме на яблоко, более уязвимы к этим заболеваниям, чем женщины с телами грушевидной формы, даже если они весят одинаково. Что же нам делать? Ну, прежде всего обратить внимание на канал Домашний Ачех с Мариной, очень много видео по тематикам, по самосцелению, по детоксикации организма, по вреде и пользе продуктов. Я очень много вам рассказываю о травах, которые вы также можете использовать для самоисцеления своего здоровья. И вы же уже знаете, если у вас что-то болит сегодня, давайте подумаем, а что мы сделали вчера, чтобы не болеть сегодня. И, конечно же, правильное питание. В нашем рационе должны быть и морская рыба, и морепродукты, и орешки, свежие фрукты, овощи, ягоды, кефир, подсолнечное масло, различные виды мяса. Главное, исключить жареные блюда. Даже продукты, овощи нельзя жарить. Продукты быстрого приготовления, это быстро растворимые каши и супчики. В нашем возрасте уже цельное молоко, довольно опасное, варенье, консервы, копчености, сахар, шоколад, газировку. Даже мед и сливочное масло может привести к отложению вот такого жира. Алкоголь – это вообще главный враг живота. Поэтому он под самым строгим запретом. Питаться надо маленькими порциями. Оптимальный прием пищи – это 6 раз в день. И величина порции должна быть, как ваша, одна ладошка, а не две ладошки. Не следует забывать и про спортивные упражнения. Можно использовать обруч, хула, хуб. Очень хорошо для живота, помогает вам. Но он должен быть тяжелый, массажный. Хорошо использовать приседания. Но вот качать пресс можно только тем, у кого еще небольшой животик. Потому что в другом случае это может быть даже опасно для вашего здоровья. Делайте зарядку, делайте пешие прогулки, дышите воздухом, будьте позитивом. Не пытайтесь справиться с проблемой большого живота при помощи корсета. Дело не в жире и не в потерявших тонус мышцах. Корсеты уже не помогут. Они заберут на себя всю нагрузку, а мышцы так и останутся слабыми. Лучше записаться к массажисту. Очень хорошо гидромассаж, обычный массаж, даже массаж самостоятельно во время принятия душа. И добавить скрабы различные, грубой массажной щеткой, варежкой, хорошо растирать живота. Это уже большая польза своему здоровью. Главное, ваше желание добиться положительного результата и не расслабляться. Дорогу оселит и дуще. И на прощание несколько моих советов. Пейте чай из корня солодки. Это хорошее средство для чистки лимфосистемы. А также корень солодки является эффективным средством против симптомов менопаузы, поскольку он мощный источник природных фитоэкстрогенов. Эти вещества помогают сбалансировать гормональную активность, стабилизировать функционирование нервной системы. На 1 стакан воды 1 чайная ложка измельченного корня солодки кипятите, остывает и пьете 1 раз днем, 2 раз вечером за полчаса до сна. То есть вот этот стакан делите на 2 приема. Можно использовать чаи из люцерны, из красного клевера. Это травы, которые содержат фитоэкстрогены, как я сказала, эстрогены уменьшают. И отвечают за гармонизацию вашего состояния. Эти напитки регулируют температуру тела и помогают также поддерживать хорошее настроение. Очень хорошо пить чай из гвоздики. Она полна эфирных масел и высококачественных питательных веществ, которые способствуют женскому здоровью. Чай из гвоздики уменьшает тяжесть горячих вспышек, вызванных менопауза. Также берете стакан кипятка, кипятите. И 1 чайную ложечку гвоздики с бутончиками, обратите внимание. Закипает, остуживаем 15 минут, процеживаем. И употреблять можно 2 чашки в день. Чашку утром и чашку вечером. Всем знакомый зеленый чай является одним из самых рекомендуемых напитков при менопаузе, поскольку он содержит полифеноиды и фитоэкстрогены, которые улучшают наше здоровье. А также дополнение к витаминам и минералам способствует гормональному балансу, уменьшает эпизоды приливов и бессонницы. Чай зеленый, вы знаете, мы можем заваривать несколько раз, добавить чайную ложку чая в чашку горячей воды, подождать 15 минут и можно выпить даже за 1 час перед сном. Это все принесет вам пользу. Дорогие друзья, канал Домашний Ачах с Мариной в пользу женщинам возраста плюс и для вашей семьи. Просматривайте мои видео по тематикам, по плейлистам. Будьте здоровы, благополучны и до встречи на моем канале. И желаю вам, чтобы осень вашей жизни была десертом вашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok